А фондово днём, друзья. Ну, продолжаем наш отчасти коронавирусный эфир. Ну, по крайней мере, все новости у нас об этом. И любимая валюта тоже приболела. Вот только что пришли первые сводки с торгов на московской бирже. Курс евро превысил 83 рубля. Доллар 74,3 плюс коронавирус. И когда задаёшь какой-то вот обычной ситуации вопрос, что происходит, уже никто не может сказать что-то конкретное. Поэтому обращаемся к другим сферам и представляем нашу гостью Назиакунде. Астролог, добрый день. Добрый день. В общем, астрономические явления как-то предвещали всё, что происходит? Потому что коллапж какой-то абсолютный вообще. Да, конечно. Год начинался, в принципе, с соединения Сатурна и Плутона. Это достаточно жёсткое соединение, которое обычно идёт вкупе с разными экономическими, политическими, военными конфликтами, какими-то кризисами. И, в принципе, сейчас даже, получается, в начале апреля, а потом в конце июня, ну, можно сказать, мы находимся в определённом соединении Юпитера и Плутона. Такое соединение было в 2007-2008 году, когда был финансовый кризис. Я помню 2008 год. И сейчас энергии достаточно тяжёлые, но это год переломный, рубеж новый, можно сказать. И сейчас просто идёт зачистка неработающих схем. Интересно. В общем, дорогие друзья, сейчас будем подробно разбираться, что нас ожидает в ближайшие дни. Самое ближайшее явление — это день весеннего равноденствия. Да, хоть какая-то хорошая новость. Это хорошо с точки зрения астрологии? Ну, естественно, это пробуждение весны. Это точка, когда зима астрономическая и зима, и лето, да, они равны. И с момента этого начинается прирост, начинается пробуждение природы. Мы выходим из спячки, мы начинаем проявлять какую-то инициативу. Ну, в принципе, получается, это же солнце в Овна заходит, да? Что происходит? Что происходит? А Овен — это знак инициативы, энергии, какой-то силы, как физической, так и, в принципе, внутренней. И какие характеристики должны быть? Ну, определённая решительность, предприимчивость, возможность быть руководителем. Вот. Ну, в минусе, конечно, Овновская энергия может побуждать и конфликты. Вот. Здесь нужно быть осторожнее. Но весеннее равноденствие — это однозначно хорошая дата, когда мы можем подготовиться к году правильно, да? Ну, что делали раньше, например, в эти дни? Во-первых, жгли костры, прыгали через них, очищались, обязательно пекли птичек, пекли кроликов, символ плодородия, птицы перелётные, которые приносят весну, сами понимаете, да, жаворонки. Вот. А обязательно общались с природой. Ну, куда-нибудь съездить 20-го числа, это, получается, начало идёт в 6.49 по Москве, 10.49, да? Ну, вообще, в два дня, вот, 20-21, они очень сильные энергетические. Так и пятница у нас, да, 20 марта? Пять суббота. Вот когда сможете, тогда и едете. Если не можете, ну, в принципе, обязательно съездить, допустим, в цветочный магазин, купить весенние цветы, подорожник, мимоза. Ну, мы не сможем подорожник купить, но мимоза. Каким-нибудь нарциссы, фокусы. Вы знаете, с такой погодой и к концу недели и подорожник, мне кажется, уже появится. Ну, найдёте где-нибудь, ну, вроде бы нельзя их рвать. Но обязательно в дом приносили цветы, украшали, если мы говорим о цвете, это белый, нежный, зелёный, сиреневый, жёлтый, белый цвет чистоты и цвет света. Ну, то есть, понимаете, да, на увеличение день идёт. Солнце жёлтое, естественно, то, что даёт нам возможность, в принципе, возможность природе расцветать. Вот, нежно-зелёный — это ростки, а сиреневый — это смешанный цвет, синий и красный, да, это смешение цвета жизни и цвета смерти, скажем так. Синий — это смерть, красный — это жизнь. И это такой, ну, на самом деле, символический цвет, но на самом деле хороший. Хороший. Ничего страшного в этом нет. Я знаю, что очень многие астрологи, например, советуют в подобные дни проводить какие-нибудь ритуалы, зажечь свечу, загадать желание, создать карту желаний. Вот что бы ты советовала 20 марта, в день весеннего равноденствия, помимо вылазки на природу, помимо покупки цветов, например, домой принести, что ещё можно сделать? Что можно сделать? Можно семечко посадить, вот, можно, ну, с бубном танцевать не надо, но огонь сжечь, почему жгли огонь? Потому что это идёт очищение, да, поэтому и свечи можно сжечь, и огонь можно сжечь, если вы живёте где-то за городом, и избавляться от негатива, и расслабляться, и, в принципе, лучше в эти дни попоститься, не зря посты держат, да, люди в этот период, вот, и какое-то символическое действие на укрепление здоровья сделать, да, вот, любое, хоть, я не знаю, можно на массаж сходить, например, да. Закаляться начать, что-нибудь такое? Ну, закаляться начать, тоже аккуратно с закаливанием, вообще, в принципе, то есть, начать заботиться о себе, встречаться, кстати, обязательно проводим какие-то праздники, встречаемся, занимаемся благотворительностью, одариваем других людей, угощаем других людей, вот, ну, можно, конечно, сесть и свечу зажечь, и действительно подумать о чём-то хорошем, распланировать. В Новолунии это тоже можно сделать, Новолуния тоже достаточно конструктивная, 24-го, получается, 12, примерно 30 по Москве, ну, плюсуем 4 часа, да, вот, и тоже в Овне, получается, Новолуния, и та же энергия, но есть определённая опасность. Точка Новолуния находится на соединении с Чёрной Луной, она немножечко может прибавить негатива, в каком роде мы можем начать торопиться, хочется всё поменять, всё и сразу влезть в какие-то проекты, которые не совсем подготовленные, сырые, а ещё не обращать внимания на желания других людей, не учитывать их желания, интересы и эгоистичность просыпается, импульсивность. И само Новолуния, мы всегда знаем, да, Новолуния, полнолуния, надо быть, в принципе, аккуратными, осторожными, ещё и Овновская же энергия, а это за рулём аккуратно, с колючей режущими и так далее. Но о чём можно помечтать? Хотите купить машину? Марс, управитель Овна, это как раз оборудование, железо, любая техника, и в этом плане можно что-то загадать, понимаете, да? Вот, и, собственно, насчёт физического тела, насчёт силы любой вообще, где мы хотим быть воином, где мы хотим что-то доказать, ну, а нам просто, наверное, надо пожелать силы преодолеть негативные ситуации этого года, потому что они действительно присутствуют. Ну, а вы насчёт коронавируса, да, сейчас разговариваете? Конечно, аспекты такие не очень благоприятные сейчас присутствуют, спорные, но, я думаю, все заметили, что обычно такие птичьи гриппы, свиные гриппы, айбола и прочее, это всё происходит тогда, когда происходят какие-то кризисы, и когда хочется немножко отвлечь внимание. Вот, ну, тут надо не поддаваться просто панике и быть аккуратным. Вот, элементарно где-то, возможно, ну, не летать в эти горячие точки. То есть правила? Да, правила соблюдать гигиену, в принципе. А, вообще, вот мы поговорили про 20-е, 24-е, там дальше, потом. Я знаю, что вот недавно закончился ретроградный Меркурий, и вроде бы все такие выдохнут, но люди говорят, ну, всё, дальше будет хорошо. Ну, вам было неприятно. Что будет дальше, вот чего нам ждать в конце марта, начале апреля, какие явления будут? Слушайте, ретро-Меркурий — это такая тема, которая три раза в год может быть, да? Ну, да, ну, просто почему-то все начали раньше, было два назад, про это вообще никто не говорил. Сейчас какая-то проблема, все говорят, да, это же ретро-Меркурий. Ну, ретро-Меркурий, можно на кого-то косяки, да, свои скинуть. Но на самом деле в это время какая-то часть людей действительно ведёт себя не очень адекватно. Я наблюдал много ситуаций на этом ретро-Меркурии, не буду вдаваться в подробности, но ошибок и косяков бывает очень много. Но это частая тема, и надо просто быть внимательнее, да? Больше меня напрягает ретро-Марс и ретро-Венера, да, которые попятны движение этих планет. С 13 мая ретро-Венера, там, в начале весны, а с августа, во-первых, Марс выходит в петлю, а во-вторых, там, потом осенью, в общем, под конец года, будет очень напряжённая обстановка и с точки зрения конфликтов на разных уровнях, и с точки зрения того, что энергии где-то будет не хватать, и кризис может войти в открытую фазу, скажем так. Это в конце года. То есть для этого было не очень напряжённо? Это просто скрыто всё было, сколько кризис уже идёт. У кого-то было всё более-менее нормально, но на самом деле цены, они росли, а зарплаты не особо повышались. Хорошо. Какая будет симптоматика, что будет происходить, но к чему готовится? Да, и что вот мы проговорили о ретроградной Венере? Венера? Да, что у вас? Венера, что такое? Это любовь, это финансы, это красота, это гармония и так далее, да? Поэтому в конце мая и в начале лета я никому не рекомендую выходить замуж, жениться, в брак, вступать. То есть сезон свадеб начинает, но не надо? Начинает сезон свадеб, а я бы не сказала, что это гармоничный сезон в этом году. Вообще аккуратнее, с покупками, потому что могут быть нецелесообразные покупки, о которых мы потом подумаем, что я купила, боже мой, да? Косметические операции тоже нет. Зачем Сент-Нир Гречи купил вчера? Вот это был вопрос, да? Это можно покупать на ретро-Венере. Хорошо. А потом, получается, то есть на ретро-Венере быть аккуратнее в сфере любви, партнерства, может быть, переосмысление, может, возврат бывших возлюбленных, но тут надо быть внимательнее, потому что не все хорошо, что начинает, как говорится, к нам приходить. Да, а на ретро-Марсе надо аккуратнее быть именно с чем? Ну, тут, опять же, вот я, как уже говорила, техника, оборудование, вообще любые физические применения, силы и так далее, надо будет снизить нагрузки. Надо не начинать никаких новых проектов, которые потребуют очень большую затрату энергии. Можно сказать, под конец года мы должны сесть в камыши, тихонечко не отсвечивать, но на самом деле работать мы будем, просто надо углубляться в те проекты, которые мы успеем сделать до середины мая, скажем так, да? Вот, в августе надо быть очень аккуратными, вообще, в принципе, максимально. Ну, август у нас традиционно такой месяц напряженный. Если говорить о чем-то глобальном, ну, то есть, любовь, морковь, все это хорошо, конечно, вещи, о которых сейчас говорят все, цена на нефть, курс доллара, как с этим обстоят дела, ну, насколько это вообще можно прогнозировать с точки зрения астрологии? Вообще, если учитывать то, что сейчас обсуждают астрологи, скажем так, да, не только Россия должна подвергнуться гонениям и опали, да, и вообще, в принципе, у нас, можно сказать, не все так плохо, ну, у нас мы крепчаем, на самом деле. Все время об этом говорят, мы в курсе, да. Ну, когда нам говорят, что все отлично, нам надо срочно бежать покупать доллары и евро, да? Вот, а США тоже, на самом деле, под ударом и в плане власти, и в плане доллара. Я вообще не понимаю, за счет чего они держатся, только за счет своих связей, да, определенных и возможностей давления, да? Вот, но это тоже может быть закончится. Могут быть обострения конфликтов военных, это тоже начнется в августе, труба будет звать. Вот, будут опять же вопросы, кто виноват, что делать и на кого повесить всех собак. В общем, веселый год, но мы прорвемся. Я хотела о хорошем. Как-то вот мы любим говорить, что вот те-то знаки зодиака будут счастливы. Ну, там, например, представители воды. Я вообще не люблю эти вопросы отвечать. Я, наоборот, хотела спросить, думаю, вот, например, весной-то есть, что, ну, вот, кто-то из знаков можно ответить, что вот у всех будет твориться что-то, вот, о чем мы говорили, а вот у... Вы понимаете, это такой, как средняя температура под больницей, да? Здесь невозможно ответить на этот вопрос, потому что вокруг все может быть плохо, а у человека очень хорошая прогностика в моменте. Поэтому тут все очень индивидуально. Вот. Единственное, что, ну, козероги скоро подвыдохнут немножечко, когда Сатурн выйдет в Водолея, да? Водолеи немножечко напрягутся. Вот про это я могу сказать. А вот сейчас конкретно описать, кому будет прямо весело и комфортно. Назия, хотела спросить, да как относиться вот к прогнозам, которые показывают там федеральные каналы, либо в газетах печатают? Ну, вот Лев сегодня ожидает кто-то, а у Рыб будет хороший день. Например, как к этому относиться? То есть можно этому верить? Или это так для... Смотря какие издания. Есть издания, которые действительно учитывают особенности периода. Есть издания, которые на коленке пишут эти прогнозы. Ну, а что там можно написать? То есть есть развлекательная астрология, но есть те астрологи, есть те СМИ, которые действительно уважительно относятся к этой теме. И там можно подчеркнуть что-то важное, да? Можно, например, всем овнам дать один прогноз, и он будет достоверен? Или все-таки это... Нет, это не так работает, потому что у людей, родившихся даже рядом, да? По времени. По времени, например, 1-го, 2-го февраля, да, у них абсолютно разный прогноз будет. Абсолютно разный прогноз. Ну, в заключении в целом, да, все-таки весна, а там и лето, и многие строят планы. Понятно, что эти планы сейчас корректируются с точки зрения того, что, в общем, не везде можно поехать куда-то. Может, есть какие-то рекомендации, как провести это лето, ну, чтобы оно, в общем, все равно как-то удалось? Ну, смотрите, я бы, ну, какая моя рекомендация, учитывая то, что будут эти ретро-планеты и так далее, но я бы не делала никаких операций в этот период, на самом деле, если только не какие-то срочные, да? Насчет ремонта, строительства с конца августа, сначала, ну, с конца лета, да, с августа, тоже не особо хорошо только заканчивать, возможно, и то с определенными заморочками на ретро-марсе, вообще вот это конец года, он вообще не хорош для любых каких-то перепланировок, строительства и так далее, ну, и для покупок тяжелой техники и легкой техники, машины и прочего, вот. А на ретро-венере, ну, отсутствие покупок именно по сфере красоты, вот, по красоты, да? Ну, я уже сказала, что в данный период времени, вообще этот год, это год, когда мы должны быть осторожными, когда мы должны все планировать, когда мы должны сверяться всегда где-то с консультантами, где-то с самими собой, да, и, ну, из всех вариантов выбираем наиболее безопасность. Да, естественно. То есть, на дачу, значит, на дачу. Не надо никуда лететь, ехать, вот. Чувствую, все, да, я бы в это русло могу посоветовать. Если еще с погодой повезет, я не знаю, что звезды говорят. Я лично поеду на дачу. Ну, вот, значит. Мне кажется, что мы все скоро будем жить на дачах, и все, потому что то, что творится в мире, вводит в какое-то непонятное состояние. Надя Якон, дорогие друзья, была у нас в гостях, астролог. Теперь вы знаете, что делать в ближайшие дни, в день весеннего равнодельствия, ну, и, в принципе, прогноз на ближайшие полгода, так примерно, понятен. Надя, спасибо большое. Дорогие друзья, мы идем дальше, сейчас реклама, оставайтесь с нами.